здравствуйте дорогие друзья если мы на самом деле хотим понять что же в реальности происходило в прошлом требуется принять тот факт что вся история переписана причем неоднократно а приняв это необходимо переосмыслить свои взгляды на ту историю которую мы знаем со школы о том что история не просто переписана а буквально скопирована событий второй половины 19 века мы говорили в одном из прошлых фильмов если кто-то пропустил то очень рекомендую сделать паузу в этом месте и посмотреть фильм параллели истории а затем вернуться к этому фильму и именно тогда вся картина фальсификации будет полной ведь если не знать что наша история нам написано под заказ то непонятно как на том уровне технологического развития что описывает официальная история можно было построить архитектурные сооружения подобные исаакиевскому собору обработать боболовскую ванну создать колыванскую вазу или многие другие шедевры эрмитажа глядя на них мы каждый раз удивляемся как же наши предки живя в глиняных избах соломенной крышей могли это сделать по какой технологии они это делали откуда брали материал как добывали и обрабатывали ведь любому человеку имеющему более трех классов образования очевидно что каменные глыбы весом в десятки а то и сотни тонн не перевести в телегах а такой геометрической точности обработки можно добиться только специальными инструментами которые сегодня не всем по карману не говоря уже о прошлых веках экскурсоводы нам говорят что это сделали якобы обычным молотком и зубилом простые крепостные по сути рабы при этом никто ни разу не объяснил как мотивировались эти крепостные на создание таких шедевров положа руку на сердце шедевров подобных исаакиевскому собору боболовской ванне или колыванской вазе невозможно повторить даже в наше время имея весь арсенал современных строительных инструментов материалов и технологий попробовать повторить конечно можно и даже некоторые пытались но те жалкие копии которые получаются не идут ни в какое сравнение с оригиналом и тут сразу встает вопрос о времени в наше время на создание молотком и зубилом одной жалкой копии уходит очень много времени а результат отличается разительно учитывая массовое производство таких произведений в прошлом сразу встает вопрос о количестве якобы крепостных мастеров и их умений и снова встает вопрос об их мотивации если одному рабу еще можно пригрозить плетью или сибирью то чем грозили тысячам крепостных делавших тысячи таких вас взглянув по-иному на сказки про магов и волшебников самый простой вывод который лежит прямо на поверхности заключается в том что прошлая цивилизация была технологически более развита чем наша как бы это фантастично не звучало а если вы любитель фантастики то вы можете в полной мере на себе прочувствовать весь этот период погрузившись в невероятно продуманный внутриигровой мир игры викинги война кланов я уже рассказывал об этой мобильной бесплатной игре и хочу упомянуть снова так как изучая историю мы пытаемся понять что же там происходило во времена средневековья но иногда нужно и отдохнуть а в игре викинги война кланов мы можем сами творить историю используя при этом реальную магию здесь вы буквально переноситесь в раннее средневековье с помощью своих крепостных получаете возможность строить удивительные замки покорять новые земли искать себе союзников и присоединившись к мощному клану сражаться с ними рука об руку либо можете создать свой собственный клан и заключать союзы на ваших условиях а затем повести за собой целое войско союзников кто из нас не мечтал стать властелином вселенной в игре викинги война кланов у вас есть реальный шанс для этого в любом случае вас ждут беспощадные и увлекательные сражения с реальными игроками со всего мира возможность создания оружия и снаряжения для своей армии и новинка хельфейн магический мир мертвых где вам предстоит сражаться с нечистыми силами лично мне нравится потрясающая графика и атмосферная музыкальная сопровождение которой ни с чем не спутны но это еще не все викинги всегда славились своими конкурсами для новых игроков гарантирую что в этом месяце призы вам очень понравился условия предельно просты чтобы получить шанс выиграть ipad pro нужно быть одним из тех ярлов кто дойдет минимум до 15 уровня дворца до конца апреля а вот iphone 12 pro разыграется среди тех властелинов вселенной которым удастся дойти до максимального уровня дворца до конца апреля среди остальных участников розыгрыш призов состоится 5 мая вот лишь малая часть счастливых обладателей согласитесь будет очень приятно порадовать себя или близких реальной магией и выиграть один из обычных магических зеркал станьте одним из властелинов вселенной уже в этом месяце напоминаю что каждый ваш переход по ссылке в описании помогает в исследованиях нашего реального прошлого качайте викингов именно по моей ссылке в описании и используйте вот этот qr-код чтобы скачать игру и стать героями захватывающих событий в мире викингов а мы продолжаем любой человек профессионально работающий с камнем скажут что бабуловская ванна это объект вращения то есть для ее обработки нужен станок по принципу действия схожий с токарной карусельным а учитывая вес и размеры этой ванны а тем более изначального куска материала из которого ее вырезали теоретически можно представить сложность и размеры этого станка а если еще учесть транспортировку этого куска к месту обработки то все становится еще более интересно сейчас ванна весит 48 тонн и выполнена из куска цельного гранита весом 160 тонн вы себе представляете телегу на которой его привезли и конечно бабуловская ванна это всего лишь частный пример причем не единственный и на основании всех этих примеров можно легко понять что в прошлом были технологии и было оборудование но в какой-то момент человечество утратила эти технологии и оказалось в каменном веке где шли войны всех против всех естественно все подобные технологии тогда казались магией изучая наше реальное прошлое становится ясно что переломным моментом был глобальный катаклизм после которого были утрачены знания и технологии предков а производственное оборудование стало бесполезным по ряду причин первое не было операторов специалистов данных машин где-то они погибли при катаклизме где-то от рук мародеров второе вышедшие операторы смогли передать своим преемникам только простые алгоритмы действия тем выше образование собственно и отличается от среднего что среднем показывают как работает механизм а высшим принцип его действия третье спустя некоторое время например одно-два поколения ломается механизм и починить его некому так как до потопных операторов уже не осталось чтобы понять почему после глобального катаклизма люди стали строить из грязи и сражаться на палках предлагаю посмотреть фильм запутанная история темденевского городища и постапокалипсис именно этот вопрос там разбирается очень подробно ссылка есть в описании также хорошим примером являются уральские заводы демидовых когда в глуши и при полном отсутствии дорог и инфраструктуры по сути на пустом месте короткие сроки словно по щелчку пальца сооружаются предприятия гиганты и поселки при них конечно нам рассказывают что это построили тысячи тех же самых крепостных однако для тысяч крепостных нужна не менее многочисленная армия надзирателей а их всех нужно еще кормить и где-то уложить спать при этом работали они там не один день значит у них были семьи но академическая наука будет стоять на своем лишь бы никогда не признавать то что демидов просто нашел эти заводы и приехав туда привез с собой детей или внуков тех допотопных операторов и они хоть как-то знали как управлять этой техникой но эти специалисты знали только основы и могли делать только простые операции при этом на уральских заводах демидова были станки о назначении принципе действия которых не знал ни один из инженеров и даже сам демидов и они понятия не имели как их запускать вот простой пример друзья как вы думаете что это такое поколение моложе 15 лет может даже и не знать что это а ведь эта вещь была в обиходе практически каждого студента конца 20 века это не что иное как флешка конечно не буквально принцип действий механический но суть также переносной накопитель данных причем емкость этого накопителя сейчас кажется вообще смешной всего 1,4 мегабайта а ведь это было всего-то 20 лет назад другой пример покажите ребенку как запускать станок с чпу и загружать в него модель производимой детали он так и будет ее делать причем детали будут получаться качественные и в срок но он не сможет переписать код модели и соответственно не сможет делать другие детали вот на этом моменте и начинается магия так как оператор знающий как заложить и изменить программу в станке с чпу и есть маг и волшебник нажимая на панель управления в определенной последовательности кнопки непростые все пиктограммы расписные он приводит в действие механизм виде все это ребенок считает что нажимая на эти кнопки пиктограммы произойдет чудо и оно происходит или другой пример ребенок никогда не видевший обычного принтера для компьютера увидев как в него заползает чистый лист и выползает с текстом или картинками также будет читать это чудом при этом современному ребенку трех лет не надо объяснять как включить телевизор он прекрасно знает что нажимая на крайнюю красную кнопку телевизор включится а нажимая на кнопку с пиктограммы динамика прибавится звук или убавится при этом о смысле пиктограммы и почему она выглядит именно так ребенок даже не задумывается он просто знает что эта кнопка регулирует громкость поменяйте телевизор и пульт на другие и он все равно включит его пиктограммы же он знает а вот инструкция по эксплуатации телевизора во глазах ребенка не умеющего читать будет самой настоящей колдовской книгой и даже умея читать он не всегда поймет что там написано подытожим маг или колдун это оператор магические знаки это пиктограммы колдовская книга это техническая документация ритуал это алгоритм действий понимая это становится понятен так называемый карга культ принципы действия мы не знаем но знаем что проведение ритуала должно привести к выполнению определенного действия или получению какого-то результата а если оно не происходит значит неправильно провели ритуал ведь если оборудование исправно то для того чтобы запустить его в работу достаточно знать последовательность этих самых действий после катастрофы не имея времени или возможности обучать азам неграмотных преемников инженеры составили последовательность действий а для конкретизации управления сказали в такой-то день в такой-то час нажимаете эти символы в таком-то порядке и произносите такие голосовые команды например светму зеркальце скажи да всю правду доложи окей google со временем на самом деле это очень быстро одно-два поколения забылось с чего начиналось это поклонение пиктограммам оборудование не имея ремонтной базы постепенно выходила из строя и двигалась в сторону упрощения например вместо дизельного двигателя стали использовать водяной привод но люди по традиции приходили и по-прежнему нажимали на кнопки вышедшие из строя экраны заменялись картинами затем уже не надо даже было оборудование а просто рисуй пиктограммы и проводи обряды как говорится почувствуйте разницу более того окропление святой водой и окуривание дымом исходило это не что иное как карга культ санитарной обработки помещения и людей другим примером карга культа является мода на парики которые начали носить из-за всеобщего облысения а затем традиция просто прижилась по официальной истории считается что в средневековье инквизиция ловила магов и колдунов и сжигала их на кострах на самом деле это логично любая власть будет противодействовать знаниям если она не может их контролировать или возглавить представьте себе такую ситуацию после катаклизма разрушена вся инфраструктура люди живут в каменном веке знание о прежнем мире почти полностью утрачены так как сменилось уже два поколения и тут средневековой деревне появляется человек разговаривающий с куском стекла стекло при этом переливается разными цветами но самое главное она отвечает женским голосом а если человек пройдет пальцем по этому стеклу то она начинает петь или более того впереди человека начинает лететь диковинная птица четырех крылах которая при этом жжет как рой пчел и поднимает ветер что кусты качаются для современного человека очень просто узнать смартфон и управляемый через него квадрокоптер однако еще каких-то 30 лет назад даже в нашем мире это уже было бы чудом не говоря уже об эпохе постапокалипсиса когда самым грандиозным изобретением того времени стало колесо такого человека просто сочли бы колдуном а его силу назвали бесовской вполне объяснимо беспокойство властей тех времен раз ты не можешь контролировать колдуна его диковину то их надо уничтожить так как неизвестно чего от них ждать вот священная инквизиция этим и занималась помимо истории масса примеров сохранилась в фольклоре который если разобрать то откроется очень много интересного но разбор фольклора как-то народных сказок или произведений писателей поэтов прошлого мы проводили в предыдущих фильмах ранее кому интересно ссылки есть в описании как вывод могу сказать словами поговорки появившихся кстати в девятнадцатом веке все новое это хорошо забытое старое засим не прощаюсь оставляю вас друзья наедине с вашими размышлениями самое интересное еще впереди а потому не прощаюсь все вам доброго до скорых встреч